Она начала как бы вот так вот сыпаться, сыпаться, сыпаться. Знаете, как страшно ходить. В огородик у дома жильцы двухэтажки на Васильковской теперь не выходят. С этой стороны приближаться к дому опасно. Несколько дней назад обвалилась часть стены. Кирпичная кладка рухнула рано утром. По счастливой случайности никто не пострадал. Трещины на доме появились несколько лет назад, но в местном ТСЖ мер не приняли. Та стена у нас была уже волнистая. То есть выем был. Никому до этого дела нет. Они даже не подходили. Они не приходили сюда. Разговаривал я с ними в конторе. Этот и еще два точно таких же дома по соседству построили в начале 60-х. Предполагалось, что жилье будет временным. Но сейчас в каждой постройке обитают по 8 семей. За 50 лет капитального ремонта в домах не было ни разу. Я жду, когда пойдет дождь и дом рухнет. Он рухнет обязательно. Жильцы двухэтажек боятся, что стены будут рушиться и дальше. Трещины в кирпичной кладке видны невооруженным глазом. С жалобами люди обошли все инстанции. Прокуратуру, администрацию писали даже в Госдуму. Единственное, чего добились – визиты маляров, которые замазали пятна в подъезде. Мы хотим, чтобы наши дома хотя бы поддержали. Мы не просим шикарного ремонта. Мы не просим. Вот чтобы подъезд меня восстановили, чтобы стены восстановили, стяжку сделали. Местных жителей волнуют не только рассыпающиеся стены. В домах течет крыша. Осенью и весной вода заливает оба этажа. Постоянно засоряется канализация. Дыры в трубах никто не латает. Однако жизнь в коммунальном аду им придется и дальше. Здания на Васильковской аварийными не считаются. Елена Гришина, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив.